вот он стеллаж на кухонном окне здесь я уже разобрала на подоконнике все цветы унесла вот как раз то о чем я вам говорила вот видно сейчас через занавеску вот там вот все черное вот это льет как раз с вот того козырька вот видно его льет из крыши льет вот сейчас слышно на улице там прям капель идет на что здесь у меня стеллаж от фирмы под цветы стеллажи и стойки вот это домой он очень меня вручает очень выручает меня классный такой да на общем вот так вот я снимаю небольшой такой обзор потому что уже вот буквально быстро быстро придет человек будет здесь демонтировать вот этот стеллаж вот второй стеллаж я уже унесла отсюда все уже в комнате и но понятно да что здесь будет то есть чтобы вот было видно я не открываю занавеску потому что вну подробности улицы не снимать там но понятно что здесь то вот вот такая вот история вот будет похоже окно только будет форточка она немножечко по уже а так все остается принципе вот как бы ну дизайн размера окна все остается все то же самое только вместо деревянного будет пластик и будет шире подоконника вот здесь вот мы сами наращивали подоконник вот видно да а вот здесь вот просто вот этот вот камень камень как на который я клала утепляющие материалы ну вот такая вот в общем история не буду я больше снимать про это дело всем понятен факт присутствие вот такого вот окна все эти окна замечательно знают и уже потом сниму да этот вот стеллаж сейчас будет перенесен вот эта стойка к насте в комнату она разрешила а потом когда установим новое окно уже опять поставим сюда вот эту вот стойку опять же если подойдет по размеру потому что подоконник будет наращиваться сверху буду кладываться вот это вот кирпич или как нет не кирпич бетонный вот этот подоконник он демонтироваться не будет потому что то есть проблемы свои даже вот видно там лопнул подоконник ну вот в общем вот такие вот дела в общем ждем перемен и так сегодня 1 апреля 2021 года это не первоапрельская шутка приезжал мастер раньше намеченного срока был визит назначен на 3 апреля мастера с рамок на он уже второй раз у меня был на что он сделал он заменил штапик вот с левой стороны был бракованный установил антимоскитную сетку называется анти кошка поменял там крепежи на железные из пластиковых на железные подтянул там какую-то штуку и резиночку подправил чтобы не поддувала но теперь у меня здесь слон не вывалится и блоха не просочится в общем суперско мне все нравится значит повторюсь окно вопреки замерщику который уверял меня что так не делается сделано значит с левой стороны у меня глухая вот это вот часть с правой стороны у меня две самостоятельные части то есть форчика сама по себе фрамуга вот эта половинка сама по себе я так придумала так я так решила потому что орхидеем так будет комфортнее нежели будет откидываться целая вот эта вот часть до которая как бы вот слева находится такая же была справа на по циркум откидывался было бы очень сильный орхидеем поддув а так как у меня теперь я могу только открывать форточку то есть получается что воздух идет только сверху орхидеем комфортно будет в общем я рада теперь осталось только вот батарею значит батарею покрасить и здесь значит довести до ума вот эту часть подоконник у меня широкий 25 сантиметров сейчас я покажу что происходит у меня на полу а на полу у меня происходит вот что сосед мой чингис собирает стойку от фирмы под цветы стойка это будет стоять на подоконнике это у меня вторая стоечка и я вам покажу уже в готовом виде когда он установит как это будет красиво вот так монтирует чингис стойку очень верх вот там монтировать затруднительно потому что у нас откос идет под углом вот такой большой человек ростом метр восемьдесят семь очень высокий очень большой человек и очень добрые очень золотые руки у него чингис спасибо тебе он всегда мне помогает да говорят не имей 100 рублей а имей 100 друзей а кстати батмат я тебе обязательно это отправлю видео чтобы ты посмотрела чингис передай привет батме всем привет передает все вот и жизнь тоже привет так что вот скоро скоро уже будет все готово так но мы закончили я так рада много времени ушло вот так вот называется эта подставка для цветов на подоконник чака 4 распорная вертикальное озеленение мне очень нравится что вот видите здесь наверху вот так вот лампа сделано да вот я типа такого же хочу себе сделать чтобы было вот так вот освещение вот такое вот верхние да и чтобы она поворачивалась влево вправо вот такая вот штучка но переходим к окну сейчас переходим к окну и сейчас вот так отсвечивает правда но будем вот так смотреть вот так вот вот она выглядит эта стоечка вот смотрите видите то есть получается у меня рабочие 1 2 3 4 4 полочки расстояние между ними 38 сантиметров общая высота 152 сантиметра вот так вот мы укрепили укрепляли очень долго здесь потому что я уже сказала здесь откос здесь мне кстати гвозди куда-то на подвесе у меня здесь висела пеппероми вот это вот откоса они скользкие пластиковые и мы очень долго с чингизом думали чем там сделать сначала утеплитель утепляющий вот этот материал который от орхидеи остался потом палочки какие-то а потом я ему говорю слушай давай попробуем с тобой пробки от шампанского порезать как бы кружочку вырезать и вот видите вот так клёво держится после не могу сейчас руку отнять держится очень круто не туда не сюда очень вот такая вот вообще ну супер супер вот вот вы меня сейчас видите там привет вон она я там видите белый пингвин вот так вот у меня теперь выглядит мое орха окно вот таким вот образом сейчас я еще отойду назад про батарею я уже сказала вот буду ее красить уже все уже купила шпаклевку краску все же купила как только будет тепло буду красить вот такое у меня получается орха окно офигительное просто офигительное я так рада я так рада сейчас мы с настей поставим орхидеи но временно временно поставим тоже здесь будут расти азиатские подростки вот на этом вот окне еще раз скажу вот здесь я сделаю освещение вот у которой я вам показала но типа типа такого что-то куплю придумаю что-то и вот здесь вот будет у меня а сейчас пока у меня вот здесь стоят вот пока стоят вот вот эти малыши стоят под лампы кстати ламп совершенно обыкновенная выдает 110 светодиодная лампа выдает 110 а так не помню 13 по моему вот так вот у меня стоят здесь малышки мои вот здесь пока так вот вот так вот пока так пока так здесь вот стоят вон там он реанимашечки стоят пень который я показывал лучше пока так сейчас мы с настей поставим орхидеи очки на окно я вам покажу вот так вот паск пока поставили орхиде очки которые как бы росли здесь на подоконнике вот эти все орхиде очки они умещались на одном вот здесь вот подоконнике вот здесь то есть вот так вот-вот вот так вот они будут стоять раз прекрасно вот это кстати показать такие результаты еще богу просто просто бомба еще вот такая вот история здесь кстати у меня цветонос реанимашечка бы бывшая выдала результат потрясное показывает ну вот в общем вот ребят я очень рада что у меня появилась комфортное место для моих орхидей и когда здесь я поставлю подростки свои все естественно это вот большие горшки здесь до стоят а здесь будут стоять 12 горшочки с подростками азиатских орхидей это будет клёво клёво и сейчас покажу вам у насти окно где стоит старый стеллаж там вот как раз подростки орхидей и мини орхидей вы посмотрите как разница но типа как вот как будет сейчас я покажу вам ну вот сейчас я у насти вот вот так вот выглядит орха окно у насти в комнате вот вот они стоят то есть они стоят по два ряда видите да по два ряда стоят тут всякие тоже реанимашки и подростки стоят в общем вот вот такая вот история кстати здесь вообще практически все орхидеечки ну не считая реанимашек здесь от дикий код я вижу да еще там вот мультифлорка они в как бы на реанимации здесь но здесь классно тоже когда солнце здесь очень много солнца и очень тепло здесь комфортные вот такая вот история дорогие мои это вот код мой код который реанимируется реанимируется очень хорошо что-то я здесь хотела показать ну давайте посмотрим вот видите вот такие вот цветоносы здесь вот веточку нового здесь вот тоже цветоносик мы видим много много здесь цветоносов вот цветоносик на этом вот я буду заканчиваем свое видео сегодня такое хотела снять посылку распаковку посылки но так как уже времени почти девять часов по москве я очень устала видео распаковки посылки которая пришла одна из посылок я вам покажу уже завтра его дорогие мои на этом я буду с вами прощаться желаю вам всего самого доброго желаю вам добра мира всего самого доброго солнца в душе и на небе такого же отличного настроения как у меня мечты сбываются надо только правильно посылать свои мысли вселенной и вселенная исполняет все наши добрые хорошие желания всего вам доброго мои хорошие всех вас люблю до свидания всегда ваша бокова наташа